Фамилия Ганди – это одна из самых узнаваемых и символичных фамилий в истории, а в Индии это не просто распространенная фамилия. Все, что с ней связано, является символом уникального миротворчества и борьбы за независимость. Самые известные в мире Ганди – это Махатма, вдохновитель и организатор индийского национально-освободительного движения, приведшего к независимости Индии от Великобритании в 1947 году, и матерь всей Индии – Индира Ганди, единственная женщина-премьер-министр Индии. Махатма, или Великая Душа на Санскрите, и Индира, что на Санскрите означает «идеальная», сделали индийцев теми, кем они являются сегодня. И во многом граждане Индии благодарны Ганди за независимость и попытки излечить традиционные болезни индийского общества, бедность и кастовое расслоение. Но что, если я вам скажу о том, что Ганди также являются спорными персонажами истории? Например, есть все основания говорить о том, что один из упомянутых Ганди был агентом КГБ, а другой обладал расистскими взглядами. Ничего себе коктейльчик, правда? Хотите знать, так ли это на самом деле, и какие будут наши доказательства? Тогда смотрите это видео далее. А в самом конце я расскажу вам о том, какую позицию и почему занимает Индия по поводу войны России против Украины. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Patreon и BuyMeCoffee. Все ссылки в описании и первом комментарии. Итак, начнем с того, что Махатма Ганди и Индира Ганди вообще не родственники. Ганди – это фамилия мужа Индиры Фероза, индийца иранского происхождения, исповедующего Зороастризм. Индира взяла его фамилию. При этом Фероз Ганди не находился в каком-либо родстве с Махандасом Карамчандом, также известным как Махатма Ганди. Множество секретных документов КГБ, тайно вывезенных из Москвы после падения коммунизма, обнаруживают, что Индия входила в число стран, наиболее успешно освоенных советской разведкой, а Кремль в 1970-х потратил целое состояние, пытаясь повлиять на прессу, полицию, министров и тогдашнего премьера Индиру Ганди. В правлении Индиры Ганди Индия была одной из их приоритетных задач. «У нас было много источников за счет индийского правительства – в разведке, в контрразведке, в министерствах обороны и иностранных дел и в полиции», говорил Олег Калугин, в прошлом самый молодой генерал советской внешней разведки, ответственный за наблюдения за проникновением КГБ в другие страны. Индия стала моделью инфильтрации КГБ в правительство страны третьего мира. До сих пор Дели или игнорировала такие заявления, или отмахивалась от них. Однако информация, содержавшаяся в документах КГБ, получение которых является одним из крупнейших достижений западной разведки в 1990-е годы, недвусмысленно подтверждает данное заявление. Эта информация была подвергнута анализу в книге «Архивы Митрохина», посвященной международным операциям КГБ. Главы из этой книги публиковались в литературном приложении «Газете Таймс» в начале 2000-х. Согласно этим сверхсекретным записям, доставленным на Запад бывшим заведующим архивом КГБ Василием Митрохиным, советская разведка сделала ставки на коррупцию, которая при режиме Индиры Ганди приобрела эндемический характер. Несмотря на то, что сама премьер-министр вела аскетичный образ жизни, в ее дом регулярно доставлялись чемоданы с банкнотами на финансирование ее партии в Конгрессе. Премьер-министр Индии не знала, что некоторые из этих чемоданов, с помощью которых пополнялась казна Конгресса, приходили из Москвы через КГБ, отмечает «Таймс». Но вот ее основной сборщик средств, Лолит Нараян Мишра, знал, что принимает советские деньги. После того, как Ганди подписала договор о мире и сотрудничестве с Советским Союзом, КГБ особенно укрепился в своей готовности сделать все, чтобы она оставалась у власти. Резидентура КГБ в Дели была одной из крупнейших в мире за пределами советского блока. Она даже удостоилась почестей Центра, штаба КГБ в Москве, получив статус главной резидентуры. Индия отменила ограничения для ряда советских дипломатов и торговых представителей в стране, тем самым позволив множеству агентов КГБ работать под прикрытием. Один из руководителей политической разведки КГБ в Дели, Вячеслав Трубников, длительное время возглавлял внешнюю разведку и впоследствии стал доверенным лицом Владимира Путина, а после был назначен послом России в Дели. Россия также проявляла высокую активность, пытаясь оказать влияние на общественное мнение в Индии. Согласно материалам КГБ, к 1973 году Советский Союз оплачивал 10 индийских газет, а также одно агентство печати. За год до этого КГБ утверждал, что разместил 3789 статей в индийских газетах, возможно больше, чем в любой другой стране за пределами коммунистического мира. К 1975 году количество инспирированных КГБ статей выросло до 5510. Кроме того, Индия представляла собой наиболее благоприятную среду для организации КГБ, служивших фасадом разведдеятельности. Кристофер Эндрю, кембриджский историк, сотрудничавший с Митрохиным после его бегства в Великобританию, излагая свое мнение в связи с этой информацией, говорил, что КГБ фатально переоценил степень своего влияния. Советская разведка также не смогла предвидеть неблагоприятную реакцию на введение Ганди в 1975 году чрезвычайного положения. В сообщениях из главной резидентуры Дели была преувеличена степень влияния их агентов на решение Ганди объявить чрезвычайное положение. Однако ни центр, ни советское руководство не смогли понять, что чрезвычайное положение не превратило ее в диктатора, и что она все еще реагирует на общественное мнение и должна иметь дело с оппозицией. Глава КГБ в Дели признавал, посольство и наша разведслужба все это видели, но для Москвы Индира Ганди превратилась в олицетворение Индии, а Индия – воплощение Индиры. Сообщения из основной резидентуры, содержащие критику ее действий, вызывали холодную реакцию центра и, похоже, не доходили до Кремля. Москва оказывала все большее давление на коммунистическую партию Индии, чтобы та полностью поддержала Индиру Ганди. Несмотря на выделенные на операцию по обеспечению поддержки Ганди и снижению влияния ее противников 10,6 миллионов рублей, что по курсу того времени соответствовало более 10 миллионов фунтов, Москва не смогла предвидеть внезапного окончания чрезвычайного положения. Ее сокрушительное поражение на выборах 1977 года привело к власти ненавистного для КГБ Мараджи Десае. Даже после возвращения Индиры Ганди на пост премьер-министра, отношения с Москвой никогда больше не возвращались на прежний уровень. Публикация в газете Times информации о внедрении советских шпионов в высшие эшелоны власти в стране 20 лет назад вызвала в Индии фурор. Ведущая оппозиционная партия Индии Бхарати Аджаната Парти поспешила осудить правящую партию Конгресса, заявив, что в руках этих политиков страна не в безопасности. «Это очень важная проблема. Конгресс и Коммунистическая партия обвиняются в том, что они брали деньги у КГБ. Теперь они, особенно Конгресс, который находится у руля, должны дать объяснение», — говорил вице-президент BGP Мухтар Абаснакви. «Партия Индийский национальный конгресс категорически отрицает обвинения, содержащиеся в архивах Митрохина. Это чистый расчет на сенсацию, совершенно не основанный на фактах или документах». Так заявлял пресс-секретарь правящей партии Абхишик Синхви. «По его словам, книга архива Митрохина не основана на официальных документах, а полагается на сведения, содержащиеся в бумагах, украденных человеком, который в 1992 году сбежал на Запад. Это не официальные документы, почти все задействованные лица умерли. Проверить эту информацию невозможно», — отмечал Синхви. Один из ветеранов индийской журналистики, много писавший о той эпохе, говорил, «Я не буду говорить о продажности прессы, но всем известно, как в то время чемоданы с деньгами переходили из рук в руки». Ну а кто же такой Василий Митрохин и откуда взялись его архивы? Начальник архивного отдела Комитета госбезопасности Василий Митрохин переехал в Великобританию в 1992 году в возрасте 70 лет с семьей и шестью огромными контейнерами секретных документов КГБ, которые он украдкой копировал в течение 12 лет. Он копировал документы на маленьких кусочках бумаги, а потом выносил из архива, спрятав в ботинке носки и брюки. Копии он хранил у себя на даче под полом, в пакетах из-под молока. Эти копии, сделанные вручную, касаются разведданных, начиная с 1918 года и кончая разведоперациями СССР во всем мире в 1980 году. Впоследствии бумаги были тайно вывезены из России британской разведкой. На основе этих данных бывший архивариус КГБ вместе с профессором Кристофером Эндрю написал книгу «Архив Митрохина». После того, как издание вышло в свет на Западе, начались шумные разоблачения. Например, дело бабушки-шпионки Мелиты Норвуд, которая почти 40 лет поставляла советской разведке британские ядерные секреты, и Феликса Блоха, высокопоставленного сотрудника Госдепартамента США, которого стали подозревать в шпионаже. Среди других разоблачений Митрохина был план сорвать в 1969 году инвеституру принца Уэльского и представить это как заговор Ми-5, направленный на дискредитацию националистической партии Уэльса. Был план искалечить бежавших балетных танцовщиков Рудольфа Нуриева и Наталью Макарову и разрушить их карьеру. Были подробности о советских тайниках на территории Западной Европы и США с оружием, которым могли воспользоваться агенты и их просоветские подручные в случае войны. В книге «Архив Митрохина» появились имена известных американцев, от Генри Киссинджера, чьи телефонные разговоры с Ричардом Никсоном прослушивал КГБ, до Збигнева-Бзежинского, советника президента Картера по национальной безопасности, которого КГБ пыталось завербовать. ФБР называет архивы Митрохина самой полной и обширной разведывательной информацией, когда-либо полученной из какого бы то ни было источника. Поехали дальше. С вопросом о влиянии КГБ на Индиру Ганди мы и разобрались. А теперь давайте разберемся с тем, был ли Махатма Ганди расистом. Во многих постах в социальных сетях Махатму Ганди обвиняют в предвзятом отношении к темнокожим. Из-за подобных обвинений в расизме статуя Ганди в 2018 году была убрана с территории кампуса Университета Ганы. В 2020 году после протестов, организованных общественным движением БЛМ, тысячи людей в Лондоне подписали петицию с требованием снести статую Ганди в этом городе. Так был ли Махатма расистом? Он с небольшим перерывом с 1893 до 1914 года жил в Южной Африке. Большая часть которой тогда находилась под контролем Британской империи. Там молодой адвокат стал активистом по борьбе с несправедливостью и дискриминацией, которые, однако, он первоначально видел исключительно по отношению к индийской диаспоре в Южной Африке. Ганди не вставал на защиту темнокожего населения, а скорее смотрел на него свысока, как видно из его трудов. Ганди писал следующее. «Наша жизнь – это постоянная борьба против унижения, которое нам пытаются навязать европейцы, низводя нас до уровня сырого кофе». Соответственно, на английском языке «кофир» – это термин, ранее использовавшийся в Южной Африке для обозначения темнокожих, расовая дискриминация которых усилилась в поздний колониальный период и во время апартеида. «Их главное занятие – охота, а единственное стремление – собрать некоторое количество крупного рогатого скота, чтобы купить себе жену, а затем прожить свою жизнь и далее занимаясь охотой и разведением крупного рогатого скота в праздности и на готе». Историк Винай Лал объясняет. Если кто-то спросит, был ли Ганди расистом, то ответ, связанный с определенным периодом его пребывания в Южной Африке, будет положительным. Схожего мнения придерживаются и другие эксперты, в частности Эшвин Десай и Гулам Вахет, которые критиковали Ганди за это в своей книге «Южно-африканский Ганди», опубликованной в 2015 году. Известный журналист и биограф Ганди Рамачандра Гуха также в одной из статей газеты «Телеграф Индия» пишет, что Ганди в свои 20 лет, несомненно, был расистом. Однако в середине 30-х годов, еще находясь в Южной Африке, он перестал описывать чернокожих как неполноценных по сравнению с индийцами, а позже выступил за их равные права, что подтверждается несколькими примерами, проведенными биографом. Мнение о том, что Ганди позже избавился от своих предрассудков, разделяет и историк Винай Лал. По словам историка, есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при оценке ранних предвзятых заявлений. Его беспокоила возможность того, что индийская диаспора, которая до сих пор находится в социальной иерархии между белыми и темнокожими, могла потерять свои права и оказаться на одном уровне с последними. И, по словам Лала, никто никогда не просил Ганди стать защитником темнокожего населения в Южной Африке, и если бы он это сделал, то наверняка многие сочли бы это слишком самонадеянным поступком. Заявленными позже целями Ганди были мир и равенство для всех людей. Цитата, приписываемая ему, звучит примерно так. «Я также не верю в неравенство между людьми. Мысль о превосходстве одного человека над другим является грехом и против Бога, и против человека». Большинство экспертов приходят к выводу, что Ганди изменил свои первоначальные представления. Позже Махатма Ганди был великим источником вдохновения для таких борцов за свободу темнокожих, как Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг. Вот такие вот герои у далекой и экзотической для нас страны Индии, занимающей сегодня свою особую позицию в мировой политике и в отношении к российско-украинской войне. На чем же строится позиция Индии о войне в Украине? На самом деле все очень просто. Она строится на принципах традиционной внешней политики Индии – сохранения четкого нейтралитета. Российско-украинская война негативно влияет на баланс сил во многих регионах мира. Это ярко наблюдается в азиатских странах. В этой ситуации Индия пытается сохранять региональный статус-кво и баланс сил в Южной Азии. Официальный Дели рассматривает войну в Украине не как противостояние Москвы и Киева, а также не как войну Запада и РФ, а как часть более широкого соперничества между Западом и Китаем. Индия не может однозначно поддержать Запад, потому что в их понимании это привело бы к ненужной сейчас дипломатической конфронтации с КНР, что в свою очередь создало бы риск вооруженной эскалации в спорных приграничных регионах. А этого официальный Дели не может допустить, поскольку не готов к лобовому столкновению с КНР, а следовательно и с Пакистаном, с которым у них также не решены территориальные проблемы. В общем, мир несколько сложнее, чем думают многие из нас, и Индия, безусловно, имеет право на ту позицию, которую она выбрала, исходя из своих собственных интересов. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе BuyMeCoffee и Patreon, где вас ждет дополнительное видео. Пользуйтесь функцией YouTube-спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть под каждым видео и на главной странице канала. Обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!